доброе всем братцы вот настал понедельник время у нас 9 утра начала 10 все только что нас вскрыли досмотрели сейчас надо закрыть это все дело помпу местную повесить короче процесс пошел все хорошо осталось только доки дождаться хочу вам показать вот что братцы мы кушаем эти servilat юбилейный 78 грамм на килограмм фарша добавление что тут не выполняет технологическую функцию готовой продукции вот так вот так что когда вы будете покупать servilat юбилейный имеется ввиду а что имеется ввиду делайте выводы сами чем у нас пичкают на сегодня 14 градусов мороза поставлять холодно вот наш груз короче тут много разных добавок я потом документы получу там все расписано будет все закрываемся вот щиты валяются короче мы потом будем порядок наводить разбираться что тут да как потому что вот так учит и стоят вдоль блоков это михао владимирович металлолом у нас возил короче мы потом разберемся с этим всем на выгрузке все закрываемся ждем перчатки свои забрать помпочку сейчас надо повесить и ждем растаможки всем привет правильно у нас пошел пешняк поехали правда сегодня уже не понедельник а вторник стояли мы тут долго долго отстояли так нас понедельник в рации не растаможили ждал я ждал глядел 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 на эту будочку откуда приходит охранник который выпускает вечером так еще и не выглядел вот в общем вторник сейчас уже время 15 минут первого отдали нам все-таки документы позвонили очень ждут скорее до четырех часов надо чтобы мы туда попали постараемся ехать нам тамилина это любит цикл ну вот тут мне по 68 это мне показывает по мкад до километра мы топом катный поедем поедем по 107 потому что потому что пропуска у нас нет я думаю должны успеть по идее до м5 мы должны доехать так до м5 должны доехать как бы тут вроде как сильно таких больших затруднений на нашем пути быть не должно очень бы хотелось сегодня выгрузиться потому что вот это вот смещение со вчера на сегодня уже немножко ударяет как бы по планам так-то было все запланировано вчера растомножится сегодня разгрузиться и сегодня же вечером загрузиться все ли хотя бы уже ну может так и но и получится дай бог и спокойно ехать на четверг нам нужно быть в пицце пустыми идти на пиццер не хочется хочется идти дужонами пускай тут хоть и копейки на пиццер платят но хоть оправдать дорогу да готовьтесь к ну все вы поняли вот ну а как сегодня ну сегодня главное сейчас главное успеть до выпуски двенадцать-пятнадцать до четырех часов я думаю должны должны в принципе мы можем если даже сегодня не успеем загрузиться и завтра туда-сюда за день до пицца доехали четверг поехали в питере выгрузились слева батя и на загрузку как бы такой вариант тоже возможен бак это потом сейчас наша задача доехать туда вот ведь был бы пропуск сейчас бы через укат тоже неизвестно как там кат себя чувствует это немного семерки до пятерки там году на следующем повороте поверните налево а то что тут думать-то вариантов все равно нет один едем через 107 самое главное что едем это не может не радовать выбираемся отсюда сейчас тут чуть-чуть-чуть тут до 107 налево обходим опять на Гинск на следующем повороте по семерочке возвращаемся до 107 на электростайль ну и там тоже в принципе недалеко может километров 15-20 будет дальше готовьтесь к первому повороту через 800 метров ждут ждут это хорошо что ждут короче погнали видите немножко задержали все-таки я почему-то думал что это безобразие которое мы привезли называемые этими добавками за день растаможили вот видите за день что-то не растаможили что-то не получилось не все потеряно пока все более-менее нормально может по прямой через Нагинск дунуть ехать то два с половиной километра отсюда до семерки через центр города может кто-нибудь не успеет обидится как вы думаете в рации или не надо или поедем через эту через елью что я тогда когда один раз под знаки поехал я там что-то так потолкался на светофорах не по-детски в центре не понравилось мало того что под знаки просто еще и не понравилось наверное все-таки мы сейчас скрыть его вправо и объедем этот центр так что мне 64 отсюда показывает но это через укат ну метров 80 наверное так в общей сложности вот именно уже отсюда я думаю все должно получиться что у нас там с переездами надо дай бог память вспомнить где у нас там переезды только это вот как оно там перед бог забыл название это шоссе Егорьевская по-моему там только у нас до пятерки один единственный переезд отсюда с с электростали ну вроде бы так могу ошибаться у нас тут коллега налево поворачивает а куда он тут ага все понял ну ребятки налево уходят и держать пуп 100 рублей а сколько в бочке кубов по-моему там с и с и 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 девушка так долго вы когда вот таким не маркетинговый немножко ход когда очень длинная реклама и никто до конца не слушает рассказ мойка дешевая и телефон вот так вот ла-ла-ла отлично мне уже хотелось на середине и это те туда две стороны и километра и тогда было мне вы это было вот до этого поворота что сейчас направо а так вот видите по прямой на гинск грузовикам запрещено это камни с какой-то там наверно нету выездом и значок грузовикам невольно она очень надо то конечно можно сейчас наверно не очень надо поэтому не поедем поедем и это дело объедем по кругу короче вот прям передо мной тоже наверно потом с регистратора засниму может быть покажу короче вот только что он ему в эту легковую вот на это вот самосвале садил вот бук вот передо мной вот мы толкались и вот он ему все то ли он отвлекся на самосвале то ли он приснул в принципе там чё показывает то я сам то толком не заметил посмотрю сейчас вот регистратор отключить и потом этот кадр так это я что-то не регистратора включил это я машу отключил маша отключать нельзя так все регистратор выключил посмотрю если там получится у меня я оттуда в кадр достану а Субтитры создавал DimaTorzok 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 А мы как раз вот толкались вот на этом светофоре Вот тут как бы пробочка собралась И вот мы тут толкались, толкались И вот, пожалуйста, натолкались Видите, как дальше бежим Субтитры создавал DimaTorzok Пускание нашего с правой стороны осталось, сервис Ну, человек с легковой вылез Вот, например, влазил Мы же проезжали, он влазил Так что там Со здоровьем, походу, все нормально Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другого варианта все равно нету никакого Поэтому все равно ехать здесь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это как на этот, как на нижний, наверное, ешь ехать, правильно? Туда, в ту сторону Туда, в ту сторону Туда, в ту сторону Посмотрим Сейчас вот сколько нам тут до него До этого Т-образного Двенадцать, короче, кематров 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 18, наверное Не, вот он этот перекресток Тут никогда этот светофор не работает Ну хоть сейчас еще нормально Там вот так-то, в принципе, сколько тут? Ну минут двадцать, наверное, здесь Получилось потолкаться На следующем повороте поверните направо Ну а уже когда тут все сделают Уже будем не ездить Летать здесь будем Время пять минут третьего уже Время идет, идет Шьерд Шьерд Повьеры Ну, надеюсь, тут за час здесь я доеду Тут, в общем-то С криминогенных мест остались только броницы На следующем повороте поверните направо Маша тут все разворачивает Хочет, что мы тут поехали как-то очень коротко Е-мое, что тут? Смотрите, как тут все красиво Туда-сюда, право-лево Давно? Тут не был давно Река Москва-то еще и не замерзла А вот выехал с этой там В районе этого, на Гинска ехал Там, ну, залив какой-то или что там, канала какая-то Все, смотрю, уже даже рыбаки сидят Но я, по-моему, камеру не успел схватить Ну, река, понятно, что она не замерзнет так быстро Тем более здесь что-то так Какая-то она тут совсем мелкая, да? Вон, смотрите, перекат Ее, наверное, тут можно вброд перейти Будет по колено Видите, какая она тут мелкая? Ничего себе! Вот Ну, там они меня, конечно, удивили Ну, сколько тут морозы стоят-то? Два дня, три За три дня уже лед замерз, что на него можно уже выходить Спокойно рыбачить Не знаю, до какой степени надо быть фанатом Я, конечно, когда тоже любил это дело Зимняя рыбалочка там Все дела Бегали мы там у нас На паре водоемов Ставочки там ставили То, сё Пятое, десятое Но Не выходить на лед, когда он, можно сказать, только замерз Как-то стрёмно, стрёмно У отца бронницей Бронницей, бронницей Сейчас тут потолкаемся, наверное, немножко Что по времени Пол третьего И тридцать семь километров Не знаю, видно вам или не видно Он в небе пошел, красавчик То ли миг, то ли сушка Не могу я разобрать Тут что-то круги нарезают Я уже сдалека его наблюдаю Он туда-сюда Что-то дежурство несет, что ли В Подмосковье здесь Разворачивается он Походу сейчас Навстречу нам пойдет Он далеко не улетает Он вот тут вот кружит Тут как будто жуликов ищет каких-то Что-то даже выпустил он какую-то То ли ракету сигнальную То ли что Только что улетела Что тут за маневры такие интересные О, навстречу пошел Или нет, не навстречу Не, навстречу Вон он Красавец Медленно так Он не торопясь Так вот В ощущении, что прямо аж зависает Спрятался Ну, мы уже на пятерочке Это хорошо 21 верста Без 10 3 Янка Алмата В Подмосковье Интересно Так что все должно у нас тут Получиться сейчас В плане выгрузки Не, вон, видите, он опять Он кружится Там какой-то наверху идет Пассажирский Ну, он как нас сопровождает И с каким экскортом мы едем Огонь Чего он тут? Вот Прямо нам навстречу И не высоко так Нет, не навстречу Нет, не навстречу Уже сопровождает Тут вверх поднимется Тут нет навстречу Вон он пошел Видите, как низко Какие-то у него маневры здесь Интересные Сейчас обгонит, может быть Какой здесь комплекс Здоровый, красивый В Михайловской Слободе Храм тут, ух ты Там вообще такой ансамбль шикарный Короче, мой этот Провожатый куда-то свинтил Тут уже сам доедешь, говорит, не забудешься Почти-почти приехали Чуть-чуть осталось 15 километров Магнитовские склады Великие Вообще не поймешь, чьи Ни чьи У нас там тоже, оказывается Там какой-то парк логистический Там тоже не птицефабрика Там, наверное, была, может быть, птицефабрика Когда-то А может быть, от нее и осталось там Пару Куриц, да, один петух Сейчас приедем, посмотрим А так нам логистический комплекс Нам нужен склады Люберцы Люберцы! Здрасьте, Люберцы! Октябрьский Почему тогда Люберцы написано? Рязанский Торопится Бензин везет Или солярку Так не критично Толкаемся, но В общем-то Не страшно Бывало все намного хуже Еще час И с Москвы пойдет Вот, видите, вот так вот Ему надо вот там объехать Сейчас ему там нужно влезть Если маленькие его не пустят, то я тоже его не пущу Тут еще один такой же Не буду пускать Нафига вы их пускаете? Ну Вы приучаете их объезжать? Тан-та-та-та-тан Тан-та-та-тан На Питер и выгрузиться, и все, если хотим успеть. А еще и на паром, потому что паром запланировано, чуть ли не в субботу. Сегодня вторник, какой паром, о чем вы говорите? Паром на субботу, это если бы у нас все дела были поделаны? Так, не знаю. А, так. Все нужно делать постепенно. Не зря же говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Будешь пытаться везде успеть, по итогу ни хрена не получится. Сейчас едем. 15-15 сейчас как раз. 5 километров. По времени успеваем. Пропуск у нас там уже выписан, номер какой-то дали, прислали мне. Думаю, все будет хорошо. Выгрузиться мы успеем. А дальше потом начнем решать проблемы. Куда, чего ехать? Что в первую очередь делать? Плохо, что пропуска нет. Так, я думаю, через МКАД она все-таки все равно была бы быстрее. Хотя не факт. Получается, вот два часа как еду. Не, каких два? Три. Три часа я уже еду. Вот. С этого, с таможни сюда. Прикиньте. А что я тут проехал? Тут и сотки километров не получится. Ну пусть сотка будет в общей сложности. Я просто не помню, сколько у меня было. Да, где-то сотни примерно. Нормальный такой движняк. Для Московской области это нормально. Ты еще можешь сказать, едем. Летим-то не летим, но едем. Не стоим. Летим-то не летим.